Так, проверка горизонтальности управляющих на все 3,5 метра. Смысл проверки в том, что ставится линейка, на нее индикатор соточный уровень. Вот, и прокатывается по всему столу. То есть, если у нас где-то есть провал, расстояние между точками опора метр шестьдесят. Если у нас где-то провал, соответственно, индикатор будет играть. Вот мы в центре его выставили. Вот, он стоит посередине. Едем, ну, как бы в начало. Едем в начало. Так, уехали, смотрим. Ноль. Ноль. То есть, относительно центра и края, это поверхность горизонтально, то есть, три точки. Мы сейчас проверяем параллельность трех точек, трех опор. Не между опорами, а именно трех опор. Чтобы понять, есть ли у нас пузо или канавка в середине. Переезжаем на третью опору, относительно центральной опоры. Так, переехали, смотрим. Ну, где-то полтора деления, полтора деления, ну, два. Два деления, значит, одно деление, это девять сотых на метр, на метр. У нас метр шестьдесят, то есть, небольшой, значит, подъем, ну, соток, наверное, пять-шесть здесь присутствует. Да? Если влево, то подъем. То есть, небольшое, грубо говоря, ну, скажем, канавка здесь есть. Ну, я думаю, что не больше десятки, потому что это на метр шестьдесят. Ну, я считаю, что это достаточно для такой длины. Точнее, в таких условиях уже не выставить. Выставлялось все вручную. То есть, поверхность выравнивалась вручную. Еще раз перекатим сейчас как бы по центру. Индикатор поставим, то есть, опора там, опора здесь. Проверяем. То есть, ну, видим, практически в нулях. То есть, небольшой, небольшой задевый подъем той части, ну, соток пять. Вот. То есть, ну, я считаю, что это неплохой результат. Для... На такую длину и для ручного... Для ручной выверки поверхности под направляющим. Спасибо. Спасибо.